Не знаю, атомные станции, на мой взгляд, это движение назад уже, это уже назад, это не в период. Газ это вообще каменный век, а ну атом 50-е годы 20-го столетия. Инфляция в России за январь-октябрь превысила в европейскую в 37 раз. Ну классика, что ж там в Европе 0,7%, хотел сказать хрен десятых, а здесь 11,2. И при этом продукты питания подорожали на 11,2, а в ЕС на 0,7%. В общем-то это как раз и, так сказать, маркер такой хороший. А вот в США, который плохо будет американцам, Путин, помнишь, как рассказывал, там количество продаж новостроек на 11% в октябре увеличилось. То есть, вот извиняюсь, есть такое хорошее русское выражение. Эти, те все строятся, а эти все в пизде роются. Вот это вот прям про Путин. Они все роются и все обещают. Вот там будет так херово. Вот посмотрите. Спрос на товар длительного пользования в США повысился на 3%. Это только в октябре месяце. Ну, как Остап Бендер, помнишь, говорил про вечную иглу для примуса. Говорит, я не куплю вечную иглу для примуса, я не хочу жить вечно. Видишь, а американцы хотят жить вечно, они покупают вечную иглу для примуса. И совокупная чистая прибыль банков США выросла в третьем квартале на 5%. Нужно понимать, что ставка в Соединенных Штатах от нуля до 2%. От нуля. И при этом совокупная чистая прибыль выросла на 5%. А у этих барбосов ставка какая сейчас там? 27 минимум. ВТБ 27 и там 7, по-моему. И при этом у них все падает. А все вообще. Одни только эти долги и одни убытки. Вот удивительные люди, блядь. Минфин США включил в санкционный список по Сирии главу Фиде. Да.